В Москве прошел форум-презентация проектов, посвященных антинаркотическим и противоалкогольным программам. Инициатором слушаний стала общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». Поделился своим опытом и совет межрегионального общественного движения в поддержку клубов трезвости во главе с протеереем Алексеем Бабуриным. Слово Инне Тихоновой. Как узнать, что ваш ребенок курит, употребляет алкоголь или наркотики? Можем ли мы повлиять на своего ребенка? Куда можно обратиться за помощью специалистов? На эти и другие вопросы слушателям, неравнодушным к судьбе подрастающего поколения, смогли ответить ведущие специалисты в сфере укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни без табака и наркотиков. О своем практическом опыте, в котором бок о бок идут духовные составляющие и лечение, поделился протоиерей Алексей Бабурин. Продуктивность зависит от многих факторов. Я думаю, что, наверное, прежде всего от тех людей, которые участвуют в той или иной программе, от их заинтересованности, от их вовлеченности. Поэтому я думаю, что надо стремиться, конечно, к тому, чтобы это было общим делом. Тот фильм, который мы демонстрировали в нашей видеопрезентации, я назвал «Спасение страждущих» – это дело рук самих страждущих. А итогом был призыв как раз к охране здоровья нации, как призыв к общему делу. В уставе организации Лига здоровья нации есть особое направление – духовно-нравственное воспитание. В своей работе специалисты этой программы уже давно ведут борьбу против вредной зависимости совместно с церковью и достигают значительных результатов. С момента создания в 2003 году Общероссийской общественной организации Лига здоровья нации, один из разделов его, так сказать, это духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации. И именно нацелен на это, так сказать, под руководством нашего уважаемого артиста Советского Союза Иосифа Давыдовича Кобзона. И мы постоянно контактим и с православной церковью, и с другими церковными конфессиями сообщества, и они нам помогают. Я думаю, что проблема борьбы с такими пороками, как табак, алкоголь и наркотики, особенно в воспитании наших детей, это, конечно, только взаимодействие со всеми структурами, со всем гражданским обществом. Наркомания – это рост преступности, смертельные передозировки, самоубийства и психозы. Наиболее поражаемая часть населения – это молодые люди от 18 до 35 лет. Составляет 84% от общего контингента больных наркомании. Но именно они являются стратегическим демографическим ресурсом российского общества. Говоря об эффективности этих всех проектов, всех предприятий, надо понимать, что человек, прежде всего, когда сталкивается с этой страстью, потому что это иначе, как страстью, а страсть – это страдание, человек должен на что-то опираться. Опирается он, естественно, на некие ценности. То есть вытянуть из этого могут, уже доказано, что лекарства из этого вытянуть не могут. Уговоры других, уговоры именно, тоже не могут. Значит, человек должен как-то сам начать цепляться или формировать в себе желание идти к ценностям. Эти ценности лучше всего дает в нашей стране уж точно православная церковь. Форум прошел в рамках национального общественного проекта «Общество против наркотиков». Мероприятия этого проекта позволяют объединить общество и создать условия для системного взаимодействия государственных и общественных структур, для формирования культуры здоровья и ценностей, здорового образа жизни, что позволит в конечном итоге сократить масштабы потребления наркотиков. Продолжение следует...